Пройти бесплатное анонимное обследование на ВИЧ сегодня может любой желающий. К примеру, накануне в Салавате работала мобильная лаборатория. Каждый мог проверить свой статус, не назвав при этом ни фамилии, ни адреса. Мы ездим по городам по Волжи и тестируем анонимно, бесплатно всех желающих на ВИЧ. Результат граждане получают в течение 10 минут. Каждый может подойти к автобусу и протестироваться. Проект «Тест для победы» реализуется на средства фонда президентских грантов. И действует он в рамках национальной стратегии Российской Федерации по противодействию распространению ВИЧ-инфекции. В самой стратегии говорится о том, что есть три столпа, на которых эта стратегия строится. Это охват населения тестированием, выявление ВИЧ-положительных граждан и предоставление им лечения. Тогда эту эпидемию, которая, в принципе, движется по сценарию ковида, но более растянутой по времени, тогда эту эпидемию государство получается контролировать и так далее. Бывает такое, что люди вообще ничего не знают про ВИЧ-инфекцию. В этом случае консультанты рассказывают и объясняют. Поскольку цель тест-мобиля не просто взять у пациента кровь, но и дать понять, что ВИЧ – это не приговор. Более половины новых заражений ВИЧ-инфекции дают те люди, которые не знают о своем статусе. То есть он никогда не тестировался, никогда не задумывался, что он болеет. А болезнь у него есть, он об этом не знает. Ну, у него есть какие-то там сексуальные контакты и так далее, и так далее, и болезнь разносится. Но если ВИЧ-положительную он тестируется и проходит, он уже берется под контроль медиков, он получает антиретровирусную терапию, он уже знает о своем статусе, он предохраняется. Терапия позволяет ему удержать его иммунный статус в здоровом состоянии, и болезнь не распространяется. Вот основные задачи, которые мы выполняем. В Салавате в этот раз прошли тестирование 44 человека, у двух из которых был выявлен положительный ВИЧ-статус. Далее тест-мобиль отправится в Ишимбай и Стерли-Тамак.